Да, друзья, чехол для Redmi Note 7 и чехол не всем обычный, чехол 360 градусов, то есть как бы такой весь полностью упакованный, разнообразный, какой только возможно. В общем, друзья, давайте посмотрим на него. Я уже его распаковал, если честно, я хочу сказать, там ссылочки будут в описании на этот чехол. Запакован он был просто так, очень, очень просто, то есть как бы, ну, дошел без проблем, без царапин, не убился и так далее. То есть, в принципе, можете продавцу написать, упакуйте немножечко получше и так далее. В общем, что из себя представляет этот чехол? Великолепный пластик, кстати, неплохого такого качества, да, такая матовая поверхность и очень приятный на ощупь, то есть не чувствуется здесь какой-то дешевизны. Вот это первое, что приятно, потому что бывают чехлы просто, ну, реально очень даже дешманские. То есть, этот чехол такой на уровне компании Milken. Здесь сверху вставочки, они сделаны из другого пластика, но смотрятся тоже очень добротно. Я себе взял вот именно такую расцветку красного, красно-серого цвета. Не знаю, почему, мне она как-то больше всего понравилась именно на картинках, да и, в принципе, я до сих пор этим выбором доволен. Там есть разные цвета, разные раскраски. В общем, таким образом вставляется чехол. Я сначала пытался его сдвигать вот таким образом, да, вот, но этого делать не нужно, потому что кнопки включаются, переключаются, также их можно, в принципе, поцарапать. Короче, разные есть проблемы и трудности. Поэтому просто вставляете той стороной, где у вас кнопки, ну, соответственно, в ту сторону, где у вас кнопки. Это же очень-очень логично. И таким образом мы защелкиваем его. Дальше здесь нужно чуть его подрегулировать, потому что ход у него есть, небольшой совсем ход. И вот выставляю идеально, чтобы ровно. То есть, вот вообще все шикарно, красиво, ровно стояло. Далее идет нижняя плашечка, она просто очень вставляется, вообще без каких-либо проблем. Раз защелка и два защелка. Раз. Смотрите, у нас телефончик просто-напросто преображается. И верхняя плашечка. Раз. И два. Вот, когда телефона нет внутри, то есть, вы просто собираете чехол, как бы, да, пустой. Вот эти плашечки, по сути, то есть, они не держатся даже. Вот, когда вы вместе с телефоном собираете чехол, то они уже не болтаются. То есть, ну, очень хорошо сидят. Ну, так сказать, маленькие зазоры. Здесь маленькие зазоры, совсем небольшие. И здесь, в принципе, зазоров нет. Чехол не проваливается. То есть, он, как бы, ну, можно сказать, монолитный. И очень неплохой переход идет. Итак, смотрите, здесь закос такой под антенны, да. Помните, как iPhone начинали с этого и потом все стали повторять. Все отверстия подходят просто великолепно, идеально. И давайте посмотрим на эту грань. Здесь, значит, у нас кнопки, да, кнопка включения и кнопки громкости. Они закрыты вот таким вот образом, да. И небольшие отверстия здесь проделаны. Здесь есть две дырочки для того, чтобы сюда можно повесить был какой-то шнурик. Эта грань пустая. Сверху все разъемы отлично подходят. И динамики. В принципе, все совпадает. Все отлично. Ну, и обратите внимание на переднюю часть. Чехол сделан классно. Мне очень реально понравился чехол, потому что, ну, гармонично, красиво. Видно, что дизайнеры поработали. Ты одеваешь этот чехол, и телефон не становится другим. То есть, это реально Redmi Note 7. Остается просто вот он становится такой более брутальный. Вот, смотрите, этот вырез, да. Казалось бы, но этот вырез для верхнего динамика, который строен там, а можно сказать, почти что в ребро. Значит, здесь небольшое такое отверстие для сенсоров. И здесь ничего нет. Но телефончик, друзья, смотрится с этим чехлом богато. Ну, как сказать, богато. То есть, нет ощущения, что чехол как-то не подходит этому телефону. Вы, в принципе, можете подобрать и другие расцветки. То есть, здесь, смотрите, красный и черный. Это реально большой контраст. Там можно подобрать серые цвета, еще какие-то цвета и так далее. То есть, не то, чтобы он ударопрочный, прям какой-то защищающийся и так далее. Но, понятное дело, что здесь стекло. Если вы уроните этот телефон вот в этом чехле, то у вас вообще проблем никаких не будет. То есть, скорее всего, этот чехол, вот эти плашки поотлетают у него. Да, то есть, он немножко подросыпется. Но сам телефон сохранится. Реально, это очень большая защита. Потом здесь, смотрите, друзья, у нас есть небольшие зазоры. Такие где-то по миллиметру получается с этой стороны. Вы можете ложить его таким образом, даже не имея стекла. И у вас переднее стекло не будет царапаться. То есть, здесь есть небольшой зазорчик. И это, кстати, очень классная фишка. Корпус этого чехла сделан таким образом, что сюда помещается еще и стекло. Вы можете накатить сюда бронестекло сверху. Этот чехол. И тогда, в принципе, у вас телефон защищен вообще со всех сторон. Просто вы, ну, как бы, за него особо переживать не надо будет. Потому что вы видели, да, в видео уже некоторые. Телефон ломали. Он, в принципе, неплохо ломается. На многих каналах это делали. Поэтому телефон не такой, так сказать, мощный. То есть, он хрупковатый. И вот этот чехол, да, я думаю, что придаст ему упругости, жесткости и всего, что необходимо. Друзья, как я и обещал, тоже будут розыгрыши. Если вам интересно, я не знаю, честно говоря, друзья, интересно вам или нет. Но если вам интересно, то давайте разыграем этот великолепный чехол. Мне он очень понравился. Ссылочки, кстати, друзья, есть в описании. Если хотите его посмотреть и приобрести. Итак, друзья, условия конкурса очень простые. Лайк этому видео, подписывай, плюс колокольчик. Любой комментарий. И внизу там есть ссылочка на телеграм-канал. Телеграм-канал будет вам полезен. AdScriber Sale. AdScriber ссылки. То есть, там ссылочки на новые телефоны. Покафоны со скидками. Купоны и все-все-все такое. То есть, все, что вам интересно, друзья, находится на этом телеграм-канале. И мне кажется, очень простые условия для того, чтобы себе вот такой чехольчик приобрести. А если вам это, конечно, интересно. Друзья, всем спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. На будущее, я хочу, друзья, сказать, если вы участвуете в конкурсах, обязательно заходите на свой YouTube-аккаунт. Да, заходите в настройки. И находите там такую тему «Мой канал». Проходите в настройки моего канала. И там есть вот такая штука. Конфиденциальность, да. Не показывать информацию о том, какие видео мне понравились. Там о подписках и так далее. То есть, вот эти все галочки, друзья, нужно убрать. Если вы не уберете эти галочки, то вы просто в конкурсе не сможете участвовать. Потому что я не увижу, подписаны на канал вы или нет. Ставили лайк вы этому видео или нет. Короче, вот такие дела. Обязательно обращайте на это внимание.